Приветствую вас. Конечно, нужно понимать, кто вы, в той или иной ситуации, в ситуации любовницы или в ситуации алжины. Я так предполагаю, что вопрос, который вы задаёте, всё же в большей степени относится к позиции жены, но достаточно легко может относиться и к любовницам. Поэтому, здесь, наверное, зависит от позиции. То есть, если человек находится в позиции жены, то, соответственно, страх возникает потерять мужа. И, соответственно, здесь идёт как раз история больше про именно проект страха, про перенос страха. То есть, когда женщина боится определённых изменений, боится остаться одна, боится потерять мужа, потерять семью, потерять какое-то привычное представление о своём мире. Вот. И, значит, как бы этот страх, он обращается в ненависть к тому, кто якобы мешает. Там, вот, мешает этому самому привычному ходу жизни человека. Вот. По факту, если бы, если бы такого страха не было бы, если бы человек выстраивал бы плюс-минус адекватное, отношение, вот, то страха бы не было, была бы, ну, в большей, в большей степени была бы, ориентировка на, собственно, мужа, да? Вот. Вот. На его вероятные проблемы, на его возможные проблемы, на его возможные трудности. Вот. И, соответственно, больше было бы, больше было бы, ориентира именно на проблематику. Вот. Было бы больше ориентира именно на проблематику в отношениях. Вот. Вот. А так, так, конечно, ситуация, ну, в которой женщина просто, вот, пытается всеми силами сопротивляться тем изменениям, вот, которые происходят, ну, с ее мужем. Вот. Всеми силами она пытается этим изменениям сопротивляться. И ненависть, она появляется именно из-за какого-то вот нежелания признавать проблем. именно из-за нежелания признавать тот факт, что есть какие-то трудности, тот факт, что есть какие-то, ну, проблемы, да, между ей и мужем. Вот. То есть есть определенные сложности. Вот. Если такое нежелание имеет место быть, вот, если такой страх имеет место быть, то будет, конечно, конечно же, ненависть. То есть, ну, условно говоря, гораздо проще винить любовницу, да, гораздо проще винить кого-то, чем смотреть на себя, чем работать с отношениями, вот. Или думать о мужу или признать о том, признать о том, то, что мужа может, вот, вообще говоря, что-то не устраивать. Вот. То есть это довольно трудоемко. Для человека, ну, для женщины это слот. Вот. По факту любовница не является самостоятельной. Проблема любовницы является следствием только. Вот. Первая причина, она находится, конечно, в другом. Первая причина находится в отношениях между супругом. Вот. И довольно часто первая причина находится еще в самой женщине, вот, когда, ну, какие-то вот деструктивные моменты в отношениях присутствуют. Ну, ненависть – сильные чувства. Кто бы что ни говорил, ненависть – это весьма сильные чувства. Вот. Вот. И, конечно же, легко достаточно себя почувствовать виноватой. Вот. Поэтому, если вы любовница, да, то важно чувство вины в себе замечать. Вот. Важно чувство вины в себе отслеживать, вот, если оно возникает. И сразу это выражать. Выражать, например, мужу. Мужчине, точнее, не мужу, а мужчине, вот. Выражать его жене, что пароль довольно трудно сделать, но, тем не менее, ну, более чем необходимо, потому что… Если этого не сделать, то будут проблемы, проблем будет еще больше. И следует помнить самое вот такое, наверное, самое главное – это то, что если мужчина сразу не ушел, вот, то, скорее всего, он уже не уйдет. Любовница ему нужна, ну, к сожалению, тоже, тоже как вот такой способ компенсировать какой-то вот негатив, вот. И, соответственно, получается, что это такое же отрицание реальности, вот, такой же страх, как и у жены, получается. Вот, поэтому, ну, некоторые, некоторые. А женщины-женщины много, много времени проводят в ожидании того, что мужчина все-таки уйдет, вот, в ожидании того, что мужчина все-таки расстанется. Со, значит, ну, со своей женой уйдет к любовнице. Нет, этого, этого не будет, если мужчина сразу этого не сделает, он уже этого не сделает. Поэтому тут вот, собирая себя какими-то элизами важно не тешить. И важно не принимать вот это перекладывание на ответственность. В целом. Вот это, в общем-то, то, что весьма часто любят делать женщин. Вот. К сожалению. Если вам как любовница нормально находиться в отношениях, где мужчина вам не принадлежит, где мужчина не только с вами находится, но и с другой женщиной, то если ваша цель получать наслаждение, просто получайте его, но имейте ввиду, что перспектив у этого нет и быть не может. Вот. А слова совсем быть не может. Вот мужчина, он как бы, он вот такой, он либо достаточно решительный, и он может уйти, он может там что-то сделать, либо он вообще не решительный, соответственно он не уйдет, он будет вот как бы мучить себя, мучить жену и мучить любовницу. Ну вот в данном случае, да, может говорить о том, что происходит такая история. вот это конечно очень печально, вот это очень печально, но к сожалению от этого никто не застрахован, вот мы все в принципе живем в реальном мире и нужно понимать, что порой бывают такие вот вещи. то есть здесь самое главное наверное не пытаться объяснить, объяснить себе вот какую-то вот причину ненависти, вот ненависть в принципе она может быть без причины. Ну так вот достаточно, достаточно легко ненависти может быть без причины, без причины. Вот поэтому тут важно это иметь в виду. Вот. Важно иметь это в виду и важно, важно относиться к этому, ну скажем так, если не спокойно, то по крайней мере как-то вот я бы сказал философски, стараться к этому относиться, философски. Вот. Если есть проблематика, то ее лучше прорабатывать со психологом. Вот. Как правило есть вполне себе основания, по которым женщина становится любовницей. вот. Или есть вполне себе основания для того, чтобы жена позволяла себе находиться вот в таком треугольнике, ну любовном, грубо говоря. вот. То есть это всегда, как правило, есть свои причины психологические, вот. И всегда можно построить отношения, таким образом выстроить свое поведение. таким образом, чтобы, ну, чтобы максимально свои интересы защищать, чтобы максимально свои интересы продвигать. вот. Естественно, на это нужны определенные силы, естественно, на это нужны определенные затраты энергии. Вот. Это естественно. вот. Но, аааа, как бы, как бы, аааа, результатом этих усилий зачастую является именно вот, аааа, какая-то так, какая-то вот возможность быть собой, возможность быть счастливой, вот. Возможность, ааа, ни от кого не зависеть, вот. Настолько, насколько это возможно, конечно. То есть, ну, понятно, что есть свои ограничения, понятно, что есть свои, ааа, какие-то рамки у любой, ааа, ну, любой, у любой свободы есть свои рамки. Вот. Это понятно, но вот эти рамки, мне кажется, ааа, может определить сам человек. Вот. Может и, ааа, должен определить сам человек, что, чтобы, ааа, чувствовать себя максимально естественно. Ааа, ситуация, в которой есть, ааа, любовница или есть, ааа, она, ааа, она, эта ситуация сама по себе не совсем естественна. Она не совсем естественна, она, ааа, как правило, проблематична. Эта ситуация, как правило, проблематична. Проблематична она, ааа, для всех. Вот, вообще, вообще, для всех, для всех. Ааа, вот, она проблематична, ааа, для всего треугольника. Ааа, важно, еще важно, важный момент, ааа, изучить, ааа, треугольник Карпмана, Карпмана. Ааа, вот, обязательно изучить треугольник Карпмана, потому что, ааа, очень часто именно треугольник Карпмана дает понимание того, что происходит. То есть, ааа, жена, как правило, это жертва, которая, которая оказалась, вот, ааа, женой, и оказалась, ааа, самой, такой, вот, беззащитной в этой ситуации, особенно, если есть ребенок, ааа, вот. Ааа, здесь применяются такие классические, ааа, методы, манипулятивные, ааа, к сожалению, да, как, ааа, я тебе ребенка родила, я, там, сделала что-то еще, да, вот, я, там, всю жизнь положила на тебя, а ты, а ты, вот, мне отплатил этим, или, там, если это, если это обращение, допустим, к любовнице, то, как ты смеешь, там, у нас семья, у нас ребенок, там, ну, вот, на кого ребенок, там, останется, ну, то есть, вот, какие-то такие, очень, ааа, манипулятивные идут моменты, вот, на которые, ааа, не нужно реагировать, по крайней мере, реагировать так, как ожидает, ааа, жена, да, вот, то есть, нужно, ааа, иметь мужество и, ааа, мужество и, ааа, силы для того, чтобы, ааа, вот, признавать, признавать, что, там, ну, допустим, допустим, да, что, вот, ааа, чего-то вам, например, хочется, вот, чем-то вы, например, нуждаетесь, ааа, вот, ааа, какие-то действия вы уже совершили, вот, вот, это важно иметь в, в виду, ааа, если страшно, если, ааа, больно, если стыдно, то, ааа, ну, вот, ааа, с этими моментами, как мне кажется, имело бы смысл тоже проработать, вот, вот, имело бы смысл это тоже поисследовать, потому что, ааа, нет ничего, ааа, хуже стыда, вообще стыдка стыд, это история про то, что, ааа, ну, вы, ааа, значит, ааа, игнорируете какие-то важные вещи, которые, вот, ааа, ну, происходят, да, то есть, ну, просто, просто берете и условно игнорируете это, вот, все это, ааа, очень важно, это очень, ааа, сильно касается, ааа, ну, ваших переживаний, это сильно касается ваших чувств, это сильно касается, в конце концов, ваших ценностей, ну, вот, хотя, не всегда, не всегда это очевидно, конечно, бывает, вот, но, тем не менее, часто это именно так, и ааа, игнорирование этих ааа, моментов, ааа, приводит, ну, вот, ни к чему хорошему, ааа, кроме, ааа, процентации, вот, кроме, а, поигнорирования, кроме, ааа, появивнов, кроме процентирования, вот, кроме, кроме, ааа, каких-то, ааа, каких-то, ээл элементов самобичевание, конечно же. Вот. И, в общем, смешатыми становятся, становятся все. Вот. Бывает ли так, что встретив любовницу, мужчина строит с ней хороший и качественный союз? Да. Такое бывает. Бывает ли такое часто, нет? Такое бывает нечасто, но бывает. Потому что есть вещи, которые человек сам не всегда способен увидеть, понять и осознать. Такие вещи. существуют. Это не всегда приятно, потому что довольно часто это идёт в разрез с нормами морали, нормальной этики, довольно часто. Но, тем не менее, такое бывает. Поэтому, вот в таких ситуациях, вот в ситуациях, ну вот, когда такое возникает, всегда хочется пожелать людям мужества, вот. Не в пазовно лицемерном контексте. Разрушение семьи, вот. А именно, в таком вот, я бы сказал, я бы сказал, гуманистическом, гуманистическом, в таком гуманистическом ключе, ну, нахождение себя. Вот. То есть, в таком вот, гуманистическом, гуманистическом, ключе поиска себя. Таком гуманистическом ключе, эм, Признание в себе каких-то моментов, да, вот, признание в себе каких-то может быть противоречий, признание в себе каких-то желаний, которые могут игнорироваться так или иначе, вот, то есть, ну, которые ранее могли игнорироваться, к сожалению, вот, это все, ну, практически всегда нужно такую вот, несколько двоякую, двоякую сторону, вот, но тем не менее, то есть, если, условно говоря, всегда мораль и этика ставят это сомнение, то мне кажется, что на первый план все-таки должны выходить, ну, человеческие желания, вот, человеческие потребности, потому что все-таки жизнь должна, мне кажется, сделать человека счастливым, вот. мораль и этика не сделает, не сделает чего-то хорошего, если человек будет против, ну, против себя идти, как бы, вот. Такая вот история. То, что я говорю и то, о чем я говорю, может вызывать разные чувства, да, то есть, ну, я хочу, чтобы меня поняли правильно, я не радуюсь за то, чтобы разрушать браки, но я считаю, что семью нельзя разрушить, если она крепкая. Ее любовницы не появилось бы никогда, если бы у людей в их отношениях все было бы хорошо, вот. Понимаю, что это вызовет много, много несогласных, вот. Понимаю, что это может вызвать такие, такие возмущения, вот. Но, тем не менее, я хотел максимально ответить на этот вопрос. Отдельно стоит отметить, что причины для ненависти у женщин могут быть свои, вот, почти всегда. То есть, ну, каждую свои причины ненавидят, вот. Делается это исходя из своего опыта, вот, собственного, ну, то есть, если человек, например, создаёт семью в расчёте на бегство, да, на бегство, например, от родителей, то, конечно, он будет праведной, как он думает, ненавистью ненавидеть появившуюся любовницу, потому что она может означать, по сути, для такого человека возвращение, ну, назад, да. То есть, от чего человек бежал, вот. И к тому он, собственно, и может прийти опять. Это история крайне нежелательная, как правило. Вот, поэтому, конечно, здесь возникает ненависть. Если человек не уверен в себе, если человек сомневается в себе, если человек довольно-таки часто ревнует, вот, то тут тоже будет ненависть, потому что появление любовницы показывает, что такой человек не ценит. Вот, конечно, всё это крайне далеко от реальности, вот, крайне далеко от реальности, вот. Ну, по сути, по сути, никак, никак одно с другим не связано, но нужно вот иметь в виду, что корреляция пока проводиться может и будет до тех пор, пока у нас, вот, собственно, существуют люди, вот, ну, грубо говоря, столь в себе сомневающиеся, вот, столь в себе неуверенные и столь низко, наверное, что думают, думают, что такими действиями, как вот ненависть, да, могут удержать мужа и так далее. На самом деле нет, на самом деле проблемы, они будут проявляться и дальше, если любовница и сын, вот, проблемы будут проявляться всё равно, так или иначе, потому что если бы любовница была единственной проблемой, вот, ну, опять же, здесь, в плохом смысле этого слова, человек предпочитает жить здесь и сейчас, вот, и ему кажется, что, ну, всё же было хорошо, вот, нет, дорогой, не всё было хорошо, просто ты не видел, вот, но это, повторюсь, довольно сложно признать, как правило, человек, вот. В этом всё, надеюсь, это было полезно, надеюсь, это было интересно, надеюсь, это дало какую-то пищу для размышлений, вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok